Он не то что мерзнуть начинает, он не мерзнет, он просто начинает нормально ощущать температуру окружающего воздуха. Вот он мясо не ест, но он теплее одевается, поэтому прослывать перестает. Понимаете, да, в чем дело? Я самому не доводилось с этим сталкиваться, но как бы неоднократно слышал про такую штуку. По-моему, Тайвань или Индонезия, я вот не помню, ну, в общем, это вот примерно тот вот регион, да, есть такое супер блюдо, супер дорогое. Значит, берут курочку какую-нибудь, да, убивают и подвешивают на солнышко. И спустя непродолжительное время с курочки начинает капать. Ну, разлагается, да, курочка. Вот, и подставляют чашечку, и вот то, что капает, забирают. Это супер дорогой напиток. То есть самый дорогой, который вообще можно представить. Пол чашечки человек выпивает, как будто литр водки. То есть с ног сбивают мгновенно. Мясной бульон, да, он обладает тем же самым эффектом. Это, в принципе, то же самое. То есть влияет на осознание. У человека есть желание находиться в иллюзии. И он употребляет соответствующую пищу, которая именно туда его и приводит. Понятен, да, этот принцип? Нормально? Все ясно, так хорошо. То есть запишем, более чем за три часа до еды, да, безвкусное, несвежее. Кстати, холодильник, да, это вот изобретение, которое у нас вот помогает наладить жизнь. Да, приготовил борща на недельку вперед? Ну а что? А что делает, да? Несвежее, нечистое, состоящее из чужих объектов. А почему из чужих объектов? А потому что ему тоже лень работать, он просто попрошайничает. Что дадут, да, что остатки чьи-то, то и есть. То есть весьма печально, на самом деле, вся лукоризма. Я просто, знаете, что вам скажу? Есть вещи, которые влияют на качество пищи. Вот давайте так, но чуть-чуть по-другому. Есть то, что влияет на качество пищи. Вернее, тот эффект, который пища окажет на нас, он зависит от того. Первое, из каких продуктов сделано. Ну, понятно, что это мясо, фрукты, овощи, да, вот уже на этом уровне. Второе, зависит от того, кто готовит. Потому что тот, кто готовит, особенно если он готовит на огне, неважно, это электричество или газ, или там еще что-то, или на дровах, он невольно, автоматически, он вкладывает свое сознание в ту пищу, которую готовит. Поэтому в столовой, ну, непонятно, чем мы берем, да. Кто готовит? Кто раздает? Потом, ну, в ведической традиции пищу обязательно принято освящать. Поэтому, то есть, вот, посвящать Богу. Поэтому так же зависит от того, кто освящает пищу. То есть, от сознания священника, который проводит освящение. Вот. И еще один немаловажный момент от того, кто первый вкушает. Знаете же, да, вот в семьях, в традиционных, в русских в том числе, все садятся в кружков, кто первый зачерпывает? Патриарх. Да. Ну, то есть, глава, патриарх. Почему? Не только потому, что он самый старый. Потому что в традиционных семьях патриарх олицетворяет самое лучшее качество. Соответственно, если у него есть самое лучшее качество, и он первым попробует, да, то все остальные в какой-то степени, пусть по чуть-чуть, но получат именно этих качеств. Поэтому столовая, ну, сами можете прикинуть, да, что мы там кушаем. Какое сознание это на нас оказывает. Вот. Итак, это то, что относилось к пище. Понятно это? Вот по этому пока. Вопросы есть? Да. А? У меня бабушка, где 93 года, оттуда, до троих детей там выросла. То есть, у нее всю жизнь мясо, свиней, и коров, значит, и курией. А вот как объяснить ее? Что именно? 93 года поживая в этом городе. Вот мы до Аскезы отойдем, хорошо там, напомню, ладно? Вот до Аскезы отойдем, там... Ну, в принципе, забегая вперед, понимаете? Ничего просто так бесплатно не бывает. Как я говорю, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Слышали такую поговорку? Вот если человек дожил до 93 лет, ребята, это не потому, что он мясо ест. Это потому, что когда-то он совершил хорошие дела, и у него достаточно благочестия, достаточно хорошей кармы, чтобы прожить долго. За то, что человек убивал животных, он все равно свое получит. То есть не смешивайте это. После этого, как говорится, это не значит вследствие этого. Понимаете? То, что человек ел мясо, это не говорит о том, что он из-за этого прожил долго, или там был счастлив, или еще что-то. То есть он по карме получил то, что ему положено. Получил долгую жизнь. Но за убийство живых существ человек все равно свое отстрадает. А если он не убивал, а просто ел? Да. Интересно. Вот с этой точки зрения, когда заказные убийства расследовать смысла нет. Вот киллера поймали, и достаточно. Он же тот же, кто заказал, он же сам на курок не нажимал, правда? Он только деньги заплатил. Какая разница? Платите вы деньги за убийство, и сам не убиваете? Разницы никакой. Хорошо. Идем к следующему разделу. Итак, следующий раздел, это так называемый ягья. Ягья, на санскрите, ягья, или, ну, попросту говоря, ритуалов. А какие ритуалы совершают люди в разных гунах? Я просто процитирую, да, чтобы долго не рассмотреть. Смотрите. Из всех видов ритуалов, или из всех видов жертвоприношений, то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, то есть священное писание, здесь не конкретно о ведах речь идет. Просто о тех священных писаниях, ну, вот, которым в данной конфессии принято следовать. Христиан, соответственно, это Библия, в Исламе это Коран, в Идееве, в Тора, в идуизме это вот веды, в соответствии со священными писаниями. Да? Из чувства долга. Чувства долга. Без желания получить что-то взамен. Взамен. Без желания чего-то взамен. Вот такое жертвоприношение называют жертвоприношением благости. Вот теперь вопрос, как бы, такой интересный. Из чувства долга. Синонимом этого слова, синонимом этого выражения, является из благодарности. Так? Из благодарности. Вот смотрите, человек приходит в церковь, в храм, да, не важно какой, он еще ничего не получил. Но он сразу с порога начинает благодарить. Начинает кланяться, ставить свечку, да, там, или еще что-то, говорит, Господи, спасибо. Почему? Он же еще ничего не получил. Почему он так действует? Жизнь получил, тело получил. Совершенно верно. Такой человек в благости, он, у него очень высокое чувство благодарности. Потому что он понимает, вот то, что я вообще имею шанс, ну, вот жить, да, действительно, то, что я родился, уже за это большое спасибо. Меня не убили еще в очреве матери, да, не сделали аккорд. Да? Я не умер в младенчестве, я дожил до зрелого возраста. У меня есть достаточно сильный разум, чтобы, ну, заинтересоваться какими-то серьезными вопросами, да? У меня здоровье позволяет прийти в церковь. У меня есть воздух, которым я могу дышать, для своего тела. У меня есть пища, у меня есть труда. Я уже, как бы, ну, настолько задолжал по большому счету, да, что я уже сразу, я понимаю, что я должен благодарить. Понимаете, о чем речь идет? То есть, мне, ощущение у такого человека, мне уже столько всего дали, да, что, ну, поблагодарить, это просто, ну, само собой разумеется. То есть, ну, это просто, ну, это естественно. Тело, жизнь, здоровье, что, это я сам сделал? Нет, это мне дали. И за это уже большое спасибо. Итак, в соответствии со священными писаниями, из чувства долга, и без желания получить что-то взамен. Без желания что-то взамен, вот это, пожалуй, самое сложное. Да, потому что как раз это, по большому счету, отличает благость от страсти. Вот в страсти жертвоприношения, ну, ритуалы, да, совершаются ради чего-то. Ради чего человек может ходить в церковь? Давайте. Деньги помнишь? Материальные цели. Так, не торопитесь, секунду, не успеваем. Так, материальные цели. За здоровье. Безусловно. Это сюда же. Здоровье, оно материальное. Материальное составляющее. Багаж, отмышение грехов, страх. Как это быть. Потому что с ума сошли. Да какие у меня грехи. То есть у меня нет грехов. Вот, окружающие сволочи. И вот из-за них все мои проблемы. Если бы не они, я вообще, то у меня душе какой? Делай пушистые. Совершенно верно. А вот из-за них я вынужден вести себя как последний негодяй. Я звонил. Поэтому, если я прихожу в церковь, да, то, как бы все это происходит, Господи, ну накажи этих негодяй. Ну, вразуми их. Да? Ну, дай им понять, что они уже, кто они такие по сравнению со мной. Пусть у них глаза уже, наконец, откроются. И эти увидят, как все есть на самом деле. Ну, грифи тут. Даже если грифи, ни користи ради. Обстоятельства заставили. Ну, да. Не хотел пить, не хотел, заставили. И мясо есть, не хотел. Ну, просто, понимаете, неудобно было отказываться, часто. Не по понятию. Вот. Итак, материальное жертвоприношение. Еще, из гордости. Человек не просто в церковь идет. Это классный повод. Там, допустим, а вы сегодня в церковь ходили? Фуууууу. Ну, или там просто, а я, между прочим, вот в церковь еду. Ну, типа, ну, почувствуете, да, кто рядом со вами? Вот, сыно, чемпойвы вырыг? Да, да? Кто тут на самом деле духовно продвинутый. Вот, из гордости, ну или просто, ну ладно, там в общем много вариантов, пока не будем забегать вперед. Значит, это вот самое главное. То есть, вот эти две вещи, да, они отличают как раз такого человека, который не благодарен. Он приходит в церковь, и он убежден, что ему ничего не дали, и у него ничего нет. Понимаете, да? То есть, первая фраза, соответственно, какая? Господи, дай. То есть, очень легко отличить. Поймите, вот, то есть, это тот диагностический признак, диагностический коктейль, который можно в своей жизни применять. Если я с этого начинаю свое обращение к Богу, это значит, что в данный момент я действую вот на этом уровне. На какой-нибудь страсти. Источник горя, страданий, вот, все начинает вот как бы вот в одну кучу завязываться. Поймите, что очень важный момент. На каком бы уровне мы ни прокололись, относится ли это к пище, к ритуалам, каскезам или пожертвованиям, о котором мы будем позже говорить. Если хотя бы на одном уровне я допускаю слабинку и сползаю, да, на более низкий уровень, постепенно все остальное начинает туда связываться, сползать. Расслабляться нельзя. Все птички пропасть, коли увязь кокоток. Тут нужно быть очень внимательным, да, чтобы ни одним кокотком не увязнуть вот вниз в шагунах. Понимаете, да, это идея. То есть, это чисто практический такой аспект по жизни. Вот. Но, тем не менее, здесь есть один очень важный момент, да, который этому человеку дает все-таки шанс. Эти ритуалы он совершает все-таки в соответствии со священными писаниями. Пусть он не понимает глубокого смысла какого-то, но он действует все-таки в соответствии с писаниями. У него. То есть, он их не сам придумывает. И это означает, что у такого человека, пусть медленно, пусть потихонечку, но все-таки накапливается какое качество? Качество, не гуна, не энергия, а качество? Смирение. Смирение. Потому что он не по своей воле, да, не по своей прихоти действует, а все-таки по священному писанию. Из этого какой вывод следует практически? Когда вы вот таких людей видите, которые пусть из ложных мотивов, но все-таки пытаются что-то по писанию делать? Чего нельзя делать по отношению к таким людям? Ничего. Осуждать. Нельзя критиковать, совершенно верно. Потому что для такого человека это все-таки шаг вперед. Для него это прогресс. Да, для человека, который был в благости, был, все бескорыстно действовал, для него опуститься сюда это, ну, прокол. Да, это такое. Не очень хорошо. Но для человека, который вообще ничего никогда не делал, и вдруг он что-то начал по священным писаниям делать, это лучше, чем ничего. Понимаете, да? Иногда можно, знаете, такое встретить, ну, такая ложная, такое, ложная святость. Да, там, ну, есть такие, борцы за чистоту наших рядов. Классная позиция, да? Фу! Там вообще, там, какой-то вот падший, там, грязный, там, вообще непонятно, чем по жизни занимается, в церковь пришел грехи замаливать, да? Это, ни один святой так себя на самом деле вести не будет. Святой будет радоваться, потому что в церковь пришел, слава Богу, здорово, потрясающе, шаг вперед человек сделал. Давай, давай, неправильно, не той рукой крестится, да, там, не ту. Это пройдет, это пройдет. Но то, что он начал что-то в соответствии со священными писателями сделать, вот это здорово. То есть, вот этому надо радоваться, да? Если мы этого не понимаем, то тогда человек первый раз пришел, вообще ничего не знает, там, как бы ни с той ноги поклонился, не знаю, что-то не то сделал, его же все, заклилют, да? Да! Не надо так себя вести, да? Ну, все понимают, о ком речь идет, да? Вот, не надо так себя вести. Если человек, вот, излишер бун уже до поклонения в соответствии со священными писателями поднялся, здорово, радуйтесь за него, вдохновляйте его, заботитесь о нем. Он всему научится, дайте срок. Он уже сделал первый шаг. Понятно? Хорошо. Но, процитирую, любое жертвоприношение, ну, то есть, любой ритуал, да, по-русски, совершаемое вопреки священным писаниям, не сопровождающиеся раздачей просад, ну, духовосвященной пищи, не сопровождающиеся декламацией молитв, не сопровождающиеся вознаграждением священника и без веры, да, то есть, без... Я не буду все записывать, без всего, в том числе без веры, является жертвоприношением в гуне невежества. Без веры, без вознаграждения священников. А что их вознаграждать, это их работа? Им зарплату за это платят, да? Такой твой ритуал, а твою зарплату нет. Положено священника отблагодарить. Поймите, это не... Это не для священников нужно. Для кого? Это нужно кому? Нам. Совершенно верно. Почему мы чуть позже дойдем, когда будем разбирать благотворительность? На, не стоит. Как их благодарить на них? А что, вариантов мало? Ну, какой можно. Как можно отблагодарить священника? Давайте подумаем. Деньгами помолить. Деньгами. Можно деньгами. Самый простой вариант, да, это действительно просто дать денег. Еще. А если нет денег? Помолить на свечку. За священника? В принципе, да, но не скромно. Обычно наоборот все просто. Когда священник молится за прихожан. Вот. Еще. Пожелать здоровья. Словами. Отблагодарить словами. Если совсем никак, то словами. Ну, а если как бы так более ощутимо что-то хочется? Поработать. Поработать, конечно. Что-то сделать, безусловно. Вещи, может быть, продукты. Да что, было бы желание. То есть, вы поймите, тут нужно понять, это очень просто. Когда в ведах говорится, делай вот так, вот так и вот так, это не потому, что хочется просто составить, это не желание эксплуатировать человека. Прямые рекомендации даются только для одного. Человек может сам этого не понимать, но когда он им следует, он вырабатывает, развивает определенное качество характера. Благодарность, доброту, щедрость, смирение, да, вот все эти вещи. Неосознанно, но они потихонечку начинают реализовываться, они потихонечку начинают прорастать. Пусть медленно, но верно. Еще раз, за каждым предписанием стоит какая-то цель. Они все не случайны. И нам это очень хорошо нужно иметь в виду. Если мы эту цель забываем, то религия, духовная практика, да, это более точно, духовная практика превращается просто в набор каких-то механических ритуалов. То есть человек делает что-то, но зачем он это делает, он не понимает. Как, по-вашему, он будет это долго делать? Нет. Нет, ну иногда бывает. Люди годами ходят там, головой в пол там, бьются, еще что-нибудь такое делают. Очень специфические вещи. Но ни один разумный человек долго не будет ничего делать, если ему не объяснить зачем. Так вот, наша задача, во-первых, для самих себя объяснить это. Зачем я делаю то, что делаю? А во-вторых, помочь объяснить это тому, кто рядом, тому, кто нуждается. Подумайте, пожалуйста, это домашнее задание. Если вы какие-то ритуалы делаете, если в вашей жизни присутствует какая-то ритуальная деятельность, можете ли вы объяснить, зачем каждый из этих ритуалов, каждый из этих действий нужно? Я не спрашиваю, почему. Почему понятно? Потому что вот, в Священных Писаниях так написано, потому что так сказали. Зачем? Какой смысл? Какой результат стоит за каждым моим действием? Понимаете, да? О чем речь идет? Да, да, понимаю. Вот, пожалуйста, сделайте это домашнее задание, не пренебрегайте, я абсолютно серьезно. Прямо напишите, да, табличку из двух колонок, в одной колонке, что я делаю, второй зачем, какой результат это приносит. Слушайте, а нужно? А вот есть такие вещи, которые интуитивно ты делаешь, ты не можешь это объяснить. Например, когда женщина в положении, да, она, например, она не понимает, например, вот из такой, чтобы не позволять, где все дотрагиваются, да, например, вот, она не понимает, зачем, но ты интуитивно знаешь, что этого делать нельзя. Это, это что? Как это объяснить? Иногда бывает. Действительно, есть интуиция, это голос из сердца, да, это сверхдушаток называемый, она подсказывает, да, но это все-таки скорее исключение, чем правило, да, потому что женщина в положении находится, ну, не большую часть своей жизни, да, все-таки меньше. Нет, но вот я, насколько знаю, например, женщина, вот, особенно в плане детей, они наделены большой интуицией, да, и на некоторые вещи, они вот именно на ее опираются. Знаете, и да, и нет. Я просто расскажу одну историю. Значит, была, в одной деревне была свадьба. Значит, наготовили много еды, там, стол накрыли, в общем, богатые, все ждут, сейчас приедут, сейчас и стол, значит, тут кошка. Знаете, да, что делает кошка, когда она видит накрытый столб, и особенно людей рядом нет. То есть она, естественно, образом лезет, ей надо все попробовать. А что не поем, то понадкусаем, такой же принцип. Значит, женщина, мать, невеста, она смотрит, куда вообще кошка? Так, надо срочно что-то делать, потому что за ней не уследишь. Она берет кошку, значит, накрывает ее корзинкой, ну, там, корзинка, и сверху кладет камень, чтобы кошка из-под корзинки не выбралась. Все, значит, ну, просто. Значит, проходит какое-то время, значит, невеста, она уже выросла, у нее уже свои дети, она свою дочь выдает замуж. Она все готовит, 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 и чего-то не хватает. Вспомнила. Не знаю зачем, но когда меня выдавали замуж, в комнате была перевернутая корзинка, и у меня была кошка, и сверху кладет. Срочно принесите кошку и корзинку. Принесли кошку, и у нас все в порядке. То есть никто не может объяснить, почему так происходит, да? Но все так действуют, тоже интуиция. То есть не все так просто. Иногда да, но в абсолютном большинстве случаев, иногда действительно интуиция срабатывает. Но в абсолютном большинстве случаев нам все-таки нужно точно знать, почему мы это делаем. В большинстве случаев разумнее полагаться все-таки не на интуицию, а на точное знание. Иногда да, иногда интуиция сработает, я с этим не спорю, безусловно. Особенно там, когда тонкие энергии какие-то действуют, да, вот эти вот мистические процессы. А все, что с детьми связано, это мистика. Но в повседневной жизни все-таки лучше опираться на точное знание. Потому что из сердца далеко не всегда подсказывает действительно интуиция. Кто еще может подсказывать из сердца? Собственный ум. Да, собственный вот этот вот, лучший друг, да, ум. Потому что, знаете, вот по утрам, вот по утрам, особенно рано утром, мне почему-то интуиция всегда говорит одно и то же. Да, все, я понежу. И главное, вы знаете, так убедительно сопротивляться практически невозможно. Но поскольку я точно знаю, что все-таки нужно встать, да, начать делать правильные вещи, то я все-таки встаю и делаю. Поэтому, как бы, доверяй, но проверяй. Интуиция штука такая, да, полка в конце. Итак, значит, да, и каков результат жертв ритуала в гуне невежества? Очень интересно. Если человек, вот, совершает ритуалы в гуне невежества, знаете, какой ритуал? Усиление безбожия. Ну, в Ведах еще более страшно говорится по этому поводу. Усиление демонизма. Никаких положительных результатов. Никаких. Почему, как вы думаете? Почему здесь, несмотря на корысть, да, человек все-таки прогрессирует, а здесь дегардирует? Ну, что вы сармом. Да, вот это ключевой момент. Потому что здесь человек все сильнее привыкает действовать по собственной прихоти. Делаю так, как я хочу. Не так, как Бог хочет, а так, как хочу я. Соответственно, я в том, ну, да, что такого. Я, как бы, и в цари записаться могу. Помните, кто тут, например, в цари? Ну, никто тут в Боге. В Боге крайний. Никому так. Я первый буду. Даже радость. Это происходит подсознательно, но происходит совершенно четко. Вот. Понятно, да? Ничего еще нормального? Я, 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 я буду вообще должен спросить на этом месте, вообще это как бы актуально? Ну, интересно. Интересно. Нормально, да, еще? Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Значит, следующий момент вообще интересный. Аскеза. Аскеза, то, что мы говорили. То есть, то, что можно, то, что нужно делать, не хочется, но нужно, да, и то, что нужно как бы контролировать, заставлять себя каким-то образом. Так вот, маленькое отступление. Аскеза бывает трех видов, да? Нагадаетесь, нет, для чего? Какие три вида аскеза бывают? Это примитивно к тому, к чему, на что направлена аскеза, что контролирует человек. Так, еще подскажу. Тело. Ага. Как сказать? Ум. Ну, ум это самое уже сложное в промежутке. Чувство. Ну, речь, если более точно. Да, это чувство, это язык, но это речь. Тело, речь и ум. Вот. Что относится к аскезе тела? Режим я. Угу. Режим питания. Угу. Нет, все правильно, правильно, еще. Ну, так, а более возвышенно давайте. Ну, это ритуалы. Не только ритуалы. Говорится, что, например, вставать, когда в помещение входит стаж, да, ну, или кланяться в разных традициях по-разному, да, это вот относится как раз к аскезе. Аскеза тела. В целом мудре. Аскеза тела. Не насилие. Часто люди говорят, да я вообще, я никого не насилую. Сам факт нашего существования, это для кого-то уже насилие. Вы в полном автобусе ездили когда-нибудь? Да, понятно, да, что чувствуют люди рядом с нами. Пошел тут какой-то, стоит вообще, разоделся, ну, пройди уже, наконец, все, я тут встал в проходе. То есть, в таком духе. Сам факт нашего существования кому-то уже доставляет беспокойство. Поэтому не насилие, это, как бы, работа. Вот. Поддержание чистоты. Не хочется делать уборку, правда же? Нет, ну, кому-то нравится. Бывает, реально бывает. Знаю таких людей, которые нравятся. Но вообще, чаще обычно приходится себя заставлять. Аскеза на уровне тела. Аскеза на уровне речи. Это что, как вы думаете? Молчать. Молчать, да, в большинстве случаев молчать, это лучший вариант вообще. Это лучший выход из ситуации. Молчание не зря говорится золото. Вот. Но уж если приходится говорить, то как нужно говорить? Правда, праведливо. Во-первых, безусловно, нужно говорить правду. Но! Приятным образом. То есть, говорить правду так, что после наших слов человек, у него просто раны на теле открываются, это неправильно. Вообще, говорится, аскеза речи, это говорить правду так, чтобы у человека страх не появлялся перед нами. То есть, мы не должны быть источником страха для людей. Наши слова. Я из самых лучших побуждений сказал человеку правду. Он умер. Такое бывает. Сказать правду так, чтобы человек вдохновился, вот настоящая речь. Вот так говорит мудрец. Он правду говорит. Помните эту историю? Как одному царю приснился сон, что у него выпали все зубы. Помните, да? И он призвал двух астрологов придворных. И первый астролог, услышав про это, сказал, «О, царь, какой ужас, какой кошмар, какая беда!» Говорит, что такое? Говорит, у тебя умрут все родственники. «А-а-а!» В общем, ну, по традиции, те, кто приносит плохие новости, второй астролог так, ага. Говорит, «О, царь, какая радость! У меня для тебя замечательно много!» Слушай, ты будешь награжден невероятно долгой жизнью, да? Ты будешь жить дольше, чем все остальные. Правда? Правда! Здорово! Все наградили, отравили. То есть, неважно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. Это скеза речи как раз. Вы обратите внимание, как люди обычно говорят. Они же вообще не задумываются, да? Просто брякнул что-то и пошел. Но человек остался брякнутым. Да, точно. Так нельзя себя вести. Слова очень мощное оружие, очень мощное силу. У меня была пациентка, которая 20 лет, 20 лет она уже болеет артериальной гипертензией. Причем такая, которая не купирует солидарствами. То есть, прямой путь к инфаркту и инсульту. У нее вот на грани она уже была. Она сама очень точно знала, в какой момент у нее эта болезнь возникла. Это было 20 лет назад, она день буквально называла. Муж сравнил ее с другой женщиной. Причем сравнил не лучшим образом. Это была такая глубокая обида, она не ожидала, она очень любила своего мужа. И он себе такое позволил. Он вообще-то ничего плохого не имел в виду. Он брякнул просто, не подумавши. Вот 20 лет она не может эту боль пережить. Не может пересилить ее. То есть, избавиться от нее. И это ее убивает каждый день. Бывает другое. Можно вылечить с лавой. Про великого Боткина, врач знаменитый, да? Рассказывают такую историю. Он привел студентов к... Ну, это такой пример, конечно. Условно, но тем не менее. Он привел студентов к умирающему человеку. Человек умирал у сердечной недостаточности. Он послушал сначала человека сам, потом сказал, ну вот, коллеги, значит, послушайте все. Ну, студентов так учат, да? Какой прекрасный ритм галопа. Вообще, ритм галопа, это ритм загнанного сердца. То есть, это человек в терминальном состоянии. На следующий день человек резко, пациент резко пошел на поправку. То есть, просто на глазах, вот, начал улучшаться самочувствие. Через несколько дней, просто выписали из больницы. Его спрашивают, как так? Ну, почему? Потому что он должен был реально умереть. Ну, доктор сказал, что у меня сердце, как у лошади, здоровое. Я подумал, что я придуриваюсь, ну, тут посмотрел. Реально встал и пошел, да? Слово, у нас всего слово. Поэтому, аскеза речи, это очень важная составляющая нашей жизни. У нас же, знаете, когда, когда человек учится соблюдать аскезу речи, у него, знаете, какое слово поразит самое главное, самое частое? Но. Он помнит, надо говорить хорошие слова. Он очень хороший человек. Но! Но ведут его прокалывается, конечно. Вот за этим нужно следить. То есть, нельзя критиковать людей. Вот. И аскеза для ума. Вообще, есть такое просто предписание. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Вот это аскеза ума. Приучить ум всегда думать о том, как сделать добро другим. А вы на... Это не так просто, на самом деле. Не надо быть так спокойным. Когда кто-то на ногу наступает, первая мысль не о том, как сделать ему добро. Первая мысль такая. Дамя, шоб ты сдох, чтоб я видел тебя в гробу в белых тавках, чтоб ты всю жизнь жил на одну зарплату. Это автоматически. Потом... Ах, я желаю тебе счастья, пусть тебе все будет хорошо. Нет, но первая мысль, вот аскеза ума, чтобы даже первых мыслей вот этих таких не было. Итак, это то, что относится к аскезе. Аскеза тела, аскеза речи и аскеза ума. Что же относится к аскезе в гуне благости? Да? Это аскеза, которая совершается с верой. Мы не будем сильно сейчас на этом останавливаться, но вот наличие веры, это такое... Это очень мощная штука. Вера это не дешевая вещь. Вообще, что такое вера? Уверенность и вера близки, но это как бы не эквиваленты. Вообще, из каких трех составляющих вера состоит, знаете? Я не уверен, что я сейчас сам полностью вспомню. Но, помимо всего прочего, она включает в себя энтузиазм и терпение. Энтузиазм и терпение. Это очень важная составляющая веры. Причем, знаете, что такое терпение? Вот обычно люди терпят как? Вот это что такое? Зубы сжал, да? Когда это уже наконец кончится? Вот такая вера, да? Такое терпение. Здесь немножко другое. Когда мы говорим о терпении как о составляющей вере, терпение это активная деятельность. Активная деятельность в правильном умонастроении. Я знаю, вот тут вот как раз то, о чем вы говорите. Я знаю, что то, что я делаю, это правильно. И я это делаю. Понимаете? Убежденность вот такая внутренняя. Вот этот энтузиазм. Я знаю, что это правильно. Пусть мне это не нравится, пусть это тяжело, пусть это доставляет мне неудобства, но я знаю, что это нужно делать. Вот с таким умонастроением человек делает. Это подвиг. Да, вот солдат, он что-то подобное совершает. Есть такая история, на то, как на войне солдаты подняли в атаку. Он побежал, и рядом разорвался снаряд. И человек, он почувствовал просто, что по ноге вот как бы, ну, прошло что-то. Но не обратил внимание, побежал вперед. Почему? Потому что он бежал первым, ему нужно было успеть добежать до вражеского окопа и кинуть туда гранату. Потому что если он не успеет, то пулеметчик скосит всех его, всех товарищей. Он должен был успеть. И он набежал, бросил гранату, и атака оказалась удачной. И потом просто посмотрели, что у него вот так что-то кровь откуда-то бежит. Его там быстро позвали санитаром. Санитар посмотрел, не может быть. Потому что тебе просто из ноги, из бедра вырвал кусок, лок мяса. Невозможно бежать, говорит, с этим. То есть просто, ну, не на чем, нет мышц. То есть огромный кусок мышц просто вырван. Так не может быть. Вот вера, вот то, что я должен это сделать. И любой будет со мной должен успеть. Она была настолько сильна, что человек на вере бежал. На самом деле. Вера это огромная, сильная, очень мощная. И вот аскеза, совершаемая в таком состоянии, это именно аскеза в благости. Далее. Без стремления к материальным плодам. Без стремления к материальным плодам. И аскеза, совершаемая ради... Ради кого? Ради Бога. Ради удовлетворения Господа. То есть человек действует не для себя. Он делает это для того, чтобы удовлетворить Бога. А как вы думаете, а почему он так себя ведет? Почему он вдруг для Бога что-то хочет сделать? Благодарить. Совершенно верно. Это то, о чем мы говорили здесь. Вы понимаете, это нужно на самом деле делать. Это реальные ощущения. Скажите, вы часто испытываете такое чувство благодарности, что готовы сделать все, что угодно ради этого человека? Бывает. Но часто. Если часто, я за вас очень рад. Это здорово. Это на самом деле большое человеческое счастье. Но обычно все-таки, у нас аскеза немножко другая. Обычно люди действуют, к сожалению. Ну я, по крайней мере, точно. Вот послушайте определение в страсти. Аскеза, совершаемая из гордости. Например. Знаете, обливаться водой холодной, да? Вот есть такая закалка, такая аскеза, да? Для того, чтобы быть здоровым. Обливаться можно по-разному. Идеальный вариант, знаете, какой? Ну так, в кавычках, идеальный вариант. Это значит, утром надо очень-очень громко, обязательно хлопнуть дверью. Очень громко свинеть ведрами. Чтобы все видели. Слышите. Обязательно выйти туда, где вот со всех домов. Ну не скромно где-нибудь в уголочке облиц, а побежал домой. Да? Мне один знакомый рассказывал. Так, он своим опытом в высокой этой части, он по Иванову обливался ледяной водой зимой. Знаете, воду вылезет, и она сразу замерзает, да? И он потом рассказывал, каждый день у меня пьедестал становился все выше. Ну что, она мерзает, да, постепенно? В общем, пока дело не дошло до того, что я с него так, па-па-па, головой приложился и понял, что пора завязываться с этим делом, да? Не смысл с обливанием, с пьедесталом. Итак, из гордости. Ради того, чтобы заслужить почет. Да? Помните этот фильм-то? Я, как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашему королевству, да, вот, так вот, почетно. Ради того, чтобы заслужить уважение окружающих, да, вызвать благоговение. Это очень приятно, когда на тебя смотрят и говорят, о-о-о, вау, ничего себе, как он, боже, или она, да, это очень приятно. Помните у Райкина такое было? Когда он там о своих жонах рассказывал, была жена, которая была существенно глупее, ну так просто, да, чем вот. И она смотрела на меня, раскрыв рот. Это очень приятно, когда на тебя смотрят, раскрыв рот. Я пел, я свистел, я разгадывал кроссворды, как вот, ну такое было состояние полета. Когда на тебя смотрят с благоговением, это приятно. Но это вот, вот, относится вот сюда. Вот. Ради того, чтобы кому-то что-то доказать, вот на зло, на зло кондуктору, как там, на зло бабушке заболеют морожевушек, да, в таком случае, что там. Все это в страсти. И говорится, что такая аскеза не может длиться долго, то есть недолгая. То есть и не может быть постоянной, непостоянной. Почему, как вы думаете, почему аскеза в страсти не может быть постоянной и не может длиться долго? Нет, терпения может хватить. И все узнали. Люди просто привыкают, теперь стоит обращать внимание, наверное. Все узнали, где, все, куда, где, зачем. Да, плодами хочется воспользоваться. Хочется воспользоваться, воспользоваться плодами. В конце концов, то есть, понимаете, это ладно, если все увидели. Все привыкли, это Бог с ним. А если никто не видит? Это что ж такое, получается, что все зря, что ли? Да, вот зрители, где, простите, где восхищенные аплодисменты, где вот это все? В этом учебном, вот. Либо же другая ситуация. То есть здесь, смотрите, человек, он делает ради Бога. Есть зрители, нет зрителей, да? Приходят какие-то, приходят деньги, допустим, или не приходят деньги. Потому что обычно здесь человек, вот, еще один материал, ради материальной цели. Допустим, я уехал в горы, ну, йога часто такое бывает, это одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются именно йоги. Когда приходят какие-то способности мистические, да? Они там чего-то уже научились делать, там узлы себя как-то завязывать или еще что-то. Скажите, а вообще йога для чего предназначена? В связи с Богом. Ну, в связи с Богом, да, для того, чтобы двигаться к Богу. Вот. Если человек двигается к Богу, то есть он вот ушел в свои горы, там, или ушел в свой лес, и он там идет к Богу. И он там прекрасно остается. Вот если ему у него цель на самом деле другая, он в лесу долго не усидит. Ему обязательно нужно будет, или там в горах, долго там не продержится, ему обязательно нужно спуститься вниз. Для чего? Для того, чтобы насладиться восхищенными, там, вот эти вот потрясающие, невероятные мистика, не может быть. Вот я это получил, снова могу в гору идти. До следующего раза. Понимаете, да? Так в нашей жизни постоянно. То есть, если я действительно ради Бога это делаю, если вот благости это совершаю, то я могу это делать сколько угодно. Потому что Бог, Он всегда со мной. Он сердце, Он видит. Если я это делаю ради каких-то других целей, я обязательно буду прерываться. Все очень просто. Вот. Зарядка по утрам. Да? Вот как только, ну, один день зарядку делать, это еще, конечно, не то. Даже два дня еще не то. Вот я уже неделю делаю зарядку, я уже могу похвастаться. Вот. Неделю делаю зарядку, это уже серьезно, это уже аргумент, да? Это уже такой. Вот. И очень интересно, это аскеза в Гуни-невежество. Аскеза, которую завершают по глупости, я дословно цитирую. И, кстати, а что значит по глупости? Не знает, зачем и почему. Так что вот если мы что-то совершаем, но не знаем, почему. Например, человек пошел учиться в институт. Его спрашивают, ты что хочешь? У меня знакомый, он на бухгалтера пошел учиться. Ты что хочешь, чтобы быть бухгалтером? Он говорит, нет. А зачем в институт пошел? Не знаю. Учеба, это вообще-то аскеза. В данном случае это аскеза как раз у Немежеских. Потому что по глупости, он не может объяснить, зачем. Есть классический пример по этому поводу. У одного мельника был осел. И поскольку мельник своему ослику был очень привязан, он дал ему очень возвышенное имя. На русском звучит примерно как величайший из всех когда-либо живших святых. Примерно так звучит. И однажды ослик умер. Просто осталось, и пришло время, и отолел. Мельник взял знак траура. По своему ослику он поприл голову. Ну, если выглядит такое обычное. Спривают просто все волосы. Пошел в город, и вот он встретил лавочник. Говорит, а почему ты поприл голову? Говорит, вот траур умер, величайший из всех когда-либо живших святых. Лавочнику неудобно, да? Может, такая трагедия, я и не знал. Но чтобы не показаться другому, он тоже быстренько попрился, значит, все нормально. Значит, пришел покупатель. Покупатель придворный повар. Смотри, лавочник всегда был нормальный, тут побрит он. Ты что побрил себе? Как? Вы не знаете? Трагедия! Умер величайший из всех когда-либо живших святых. Действительно трагедия. Неудобно как-то. Сбился. Значит, сделал, значит, приготовил блюдо царю. Царь решил отблагодарить повара, позвать ему. Позвал, чтобы сказать ему хорошие слова. Смотрит повар высоко. Говорит, а что такое? Говорит, как, ваше величество, вы еще не знаете? У нас горе в стране. Умер величайший из всех когда-либо живших святых. А для царя это вообще как-то, ну... Да, проколкой, мягко говоря. Так, быстро, быстро, все. Значит, приходит, ну, вечер он уже идет к царице, да, на женскую половину. Царица, естественным образом, понять ничего не может. Дорогой, а что случилось вообще? Как? Неужели тебе еще не сказали? У нас произошла ужасная трагедия. У нас умер величайший из всех когда-либо живших святых. Ну, тут вот вопрос об интуициях, да? Значит, вот это чисто женский вопрос, да? То есть, а это кто? Царь так, а... Это... Ну... Такие понимаете, что ответить не можно. Он, значит, бегом к повару, слушай, говорит, это... Кто умер-то, компетент? Я не знаю, там вот ловочник, он сказал, бегом туда, быстро, давай. Ну, в общем, короче, должно дело так или иначе. Добельник, это кто умер-то? Ну, как-то, вот ловочник скачался. То есть, вот это вот по глупости, да? Слышу звон, но не знаю, откуда он. Вот. Значит, далее, аскеза, которая сопровождается самоистязанием. А что значит самоистязание? То есть, потому что любая аскеза, она, ну, как бы неудобна, да? Она сопровождается каким-то неприятными ощущениями. Где определить, что это просто вот неудобство, ну, такое нормальное? А где уже самоистязание началось? Где эта грань проходит? А что значит чрезмерно? По здоровью и... Да. Да, безусловно, она вызывает болезнь. То есть, вообще, это любая аскеза, которая не по уровню. Знаете, не по сеньке шапка. Ну, вот выражение. То есть, любая аскеза, которая является чрезмерной. То есть, я не тяну ее. И она непосильная для меня. То есть, обычно, вот для того, чтобы не попадать в такую ситуацию, для того, чтобы узнать, какая аскеза для меня является приемлемой. Что я должен сделать? А? Вот, да, помощь из вне зала, да? На самом деле, вот для этого существует как раз такая штука, такой человек, духовный учитель, наставник, да, духовный балабель. Потому что самому для себя очень трудно определить, ну, вот где мой реальный уровень. Что я реально могу выдержать, а чего не могу. Вот для того, чтобы не ошибиться, нужно как раз наставник. Да? Потому что, если я приму аскезу, начну делать что-то, что для меня чрезмерно. Какая реакция? Как вы думаете? Брошу. А? Нет, брошу это здесь. Болезнь. Болезнь, первое, а второе, самое интересное. Не просто надоест. О, вот это точно. Обязательно придет гнев. Пожалуйста, запомните. Если вы же какое-то хорошее дело начали, но в результате, вместо улучшения самочувствия, да, ну, то, что мы говорили про гону благости, да, вместо приятного ощущения, вместо улучшения отношений с окружающими, с окружающими, рождается в Дев... Это что-то вот здесь. Это мы что-то делаем глубоко неправильно. Мы находимся в невежестве. Понимаете? Признак правильной духовной практики, любой, должны улучшаться отношения с окружающими. Если отношения с окружающими не улучшаются, а тем более ухудшаются, значит, что-то с нашей практикой глубоко не так. Понимаете? Это очень практичный принцип. Особенно для начинающих. Знаете, когда человек, там, начинает заниматься какой-то духовной практикой, у него самое первое желание какое? Привлечь, это... Ага, привлечь, это... Похвалить. Это вот как бы... Да, там такое слово на самом деле. Так, всех спасти нужно срочно. Причем принудительно. Так как вот. Сематичное добро. Да-да-да, причинение добра различной степени тяжести. Вот это вот здесь как раз. Вот. Так вот, к сожалению, благими намерениями вымощена дорога. Идея сама по себе хорошая, просто осуществляется в гуне невежества. Да? Сопровождается как раз гневом. Вот. Значит, и еще один признак. То есть, по глупости сопровождается самоистязанием и делается ради того, чтобы причинить вред другим живым существам. Вред другим. Это не эскиза, это из ритуала, в принципе. Но, тем не менее. Знаете, есть такая... Как бы у... Не очень разумных, скажем так, вот, верующих. То есть, для того, чтобы притянить вред другому человеку, нужно прийти в церковь, значит, зажечь свечку у иконы того святого, ну, чем именем крещён ваш недоброжерлатель, и эту свечку загасить вот так вот, вниз воткнуть. И будет ему от этого плохо. Вот так вот. Ну, такая чёрная магия. Да, это вот как раз вот сюда относится. Чёрная магия — это вот классический пример эскезы в гуне-невежество. Вот. А что вы улыбаете? Всё, что угодно можно извратить. Всё, что угодно можно превратить в полную свою противоположность. Нам это нужно знать. Чтобы осознанно или неосознанно просто не совершать эти глупости. Потому что это будет приводить к огромным посредствиям для нас, в первую очередь. Не для кого-то другого. Понятно? Страшно? На вопрос нужно. Можно? Вот касается тела, речи, речи, молчания золота. Есть люди, которые просто молчают. Молчат, игнорил. Их даже внешне воспринимают в том свыкле. А на самом деле очень много вреда. От равнодушек всех техничек. Как в этом случае молчание? Даже отрожное. Что это? Нет. У молчания есть... Это называется Мауна. Объект молчания называется Мауна. И он состоит из двух частей. Первая часть не говорит ерунды. А вторая часть говорит о Боге. Вот если человек только одну часть берёт, просто молчать, он не достигает ничего хорошего. Ну, в смысле, как бы... Ну, он просто ерунды не говорит, это уже, может быть, было бы хорошо. Но он и не говорит ничего хорошего. От его, этой аскезы, никому пользы никакой. Потому что если бы он сказал что-то хорошее, да, он бы принёс пользу действительно. Даже чисто вот в эмоциональном плане, поддержал кому-то, сказал хорошее слово, ободрил, вдохновил, это была бы польза. Если он этого не сделал, он совершил насилие. То есть, соблюдая принцип молчания, он нарушает принцип ненасилия. Потому что в законе есть совершенно чёткая формулировка. Знаете, что такое преступление? Действие также и бездействие. Действие и бездействие, повлекшее за собой пред, причинившее ущерб. Поэтому в молчании, да, тот же самый принцип. Если молчание это бездействие, тогда, когда нужно что-то сказать, это преступление. Это нарушает принцип ненасилия. То есть на более высоком уровне это ошибка. Это неправильно. Хорошо. Ну и наконец последнее. О благотворительности. Пожертвование. Благотворительность. Пожертвования, которые делаются из чувства долга. Опять же, да, слово чувства долга. Долга. А не в расчёте на вознаграждение. Которые делаются в надлежащее время. В надлежащем месте. Достойным людям. Такие пожертвования считаются пожертвованием в гуне благости. Скажите, пожалуйста, кто такие достойные люди? Самый главный вопрос. Как мне ошибиться? Кто такие достойные люди? Подрабатывают правильно деньги. А кто там в зале находится? А кто там в зале находится? А кто там в зале находится? А кто такие достойные люди? Я говорю, кто находится в этом зале? А по какому критерию определяют? А вдруг нет? Докажите. Ну, а слушай, он уже достойный. Достойный чего? Того, чтобы делать пожертвования? Или нет? Нет, без вопросов. Докажите, я сделаю пожертвования. Без проблем. А много дадите, думаю, сейчас такая. Какие будут аргументы, такие будут пожертвования. Итак, кто является достойным человеком? Критерий. Ну, то есть самое простое, хотя бы просто определение, кто такой достойный человек. Вот да, вот тут есть один нюанс. Вот тот, кто выше меня по сознанию, тот для меня является достойным человеком для пожертвования. То есть тот, кто выше меня. По сознанию имеется в виду. Почему? Почему именно он достоин пожертвования? Как вы думаете? Здесь два аспекта есть. Ну, я не буду как бы мучить. Не, ну это понятно, да? Почему пожертвования-то ему нужно делать? Потому что он же вообще святой. Зачем ему деньги? Да, вот именно. Вот. Потому что он эти деньги потратит лучше, чем я. Понимаете? Поэтому я, конечно, и сам могу что-то хорошее сделать, но могу реально ошибиться. Ну и сейчас вот разберем, какие бывают ошибки. Могу ошибиться. Если я ему отдам, он точно сделает так, как нужно. Благо, получит и он, и я самое главное. Причем больше, чем если бы я сам делал. Понимаете, да, идея? То есть просто здравый смысл, результат будет лучше. И плюс еще один немаловажный аспект. Если я ему даю пожертвования, я обретаю общение с ним. А общение со святым человеком, это я ему скажу, ого-го. Помните, я эту историю рассказывал про вора, который со святым один час общался? Вот он. Помните? Нет. Нет, что там? А, по-моему. Замечательная история. Значит, в общем, была такая ситуация. Одному вору потребовалось перетащить награбленное за мной деревню в другую. Он был честный вор, все знали, что он вор, как бы все нормально, что он честно исполнял свою какую-то... Ну, профессия у него такая, воровать. Но естественным образом помогать ему никто не хотел, потому что, ну, помогать воровать, это значит ухудшать свою карму. А вот наворовал много и в одиночку перетащить не мог. Вот. И так он подумал, подумал, а, сообрази, пошел к святому человеку. Слушай, ты же святой, ты всем живым существам помогаешь, помоги мне перетащить его. Он сказал, ну, я тебе действительно не могу отказывать, да, поскольку я обещал помогать всем. Но есть один нюанс. Я согласен, я тебе помогу. Но вот там вот от деревни до деревни идти час, и у меня есть одно условие. Этот час мы посвятим беседам о Боге. Он сказал, да, без проблем. Мне, в общем, по большому счету, все равно, да, главное, помоги. Хорошо. Значит, пошли, и час они говорили о Боге. И когда они подошли уже к месту назначения, святой ему сказал, слушай, вот ты сейчас этого не поймешь, просто запомни, когда у тебя будет выбор. Выбери этот час. Ну, ладно, эти духовные люди с ним вообще никогда. Ладно, выберу, выберу, все. Распрощаюсь. В общем, прошло какое-то время, вор умер. Умер и попал на суд к Богу Смерти. Емараж такой есть, да, который определяет, кто куда пойдет. В рай, в ад, там, и так далее. Он смотрит, у-у-у-у. Ну, дорогой, ну, я думаю, ты сам все понимаешь, да, в общем, с твоей историей, как бы, с твоей биографией, в общем, ну, только в ад, конечно. Правда, у меня вот здесь вот мелкими буковками, да, там, примечание, что у тебя один час был беседа Бога. А тут дело такое, все, что с Богом связано, все в сто раз увеличивается. Поэтому у тебя, в принципе, за этот час есть сто часов в раю. Так что можешь выбирать сразу в ад пойти, да, или сначала на сто часов в рай, а потом в ад. Значит, ну, чисто так по-человечески, да, лучше сразу в ад. Потому что если сто часов в раю, поймешь, как там здорово, потом в ад, ну, это намного хуже, да. Вот так помялся, подавляет, и вдруг вспомнит, да, то, что сказал святой. Ну, я, конечно, все понимаю, но если, я лучше все-таки, знаете, вот лучше сначала в рай. Так, ну, дело твое. И тут же он оказался в раю. И когда он увидел, как все там в раю классно, а-а-а, и после вот этого счастья мне теперь в ад идти, и тут святой. Ну, святые они такие, да, они как бы чуют, где вообще им нужно быть. И он предлагает, о, здорово, ну, как дела? Какие дела, говорят, все, через сто часов в ад, катастрофа, спокойно. Ну, раз уж тебе все равно идти в ад, да, ну, потрать время с пользой. Давай мы эти сто часов посвятим тому, что поговорим о Боге. Мне уже все равно терять нечего, ну, давай поговорим о Боге. И сто часов они проговорили о Боге. Прошло сто часов, он возвращается к Богу смерти, тот смотрит так, что-то, говорит, поправочка какая-то пришла, да, у тебя уже не сто, а сто раз по сто. Ну, как, говорит, может, в рай, в рай. Значит, ну, бегом бежим к святому, давай, давай, скорее, скорее будем говорить о Боге. Вот, когда прошло сто раз, по словам возвращается, ну, кстати, Бог смерти, ну, ладно, я уже все понял, давай, иди в рай, то есть, ну, не трать время там, взгляд, говори о Боге, и все будет у тебя хорошо. Такая история. Поэтому, когда мы даем пожертвование достойному человеку, тому, кто выше нас, мы обретаем общение. Это наш шанс. Да? Так. По большому счету. Вот. Хорошо. Но! Но! Пожертвование, сделанное в расчете на вознаграждение. И вернется 100 рицей. Да, 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 да. Любимое. Там рубль дам, 100 вернут, 100 евро. В расчете на вознаграждение. Желание в будущем наслаждаться его плодами. Или же пожертвование, сделанное неохотно. Ну, заставили опять, да, вообще развели. Считается пожертвованием страсти. Тут есть один нюанс. Вот скажите, пожалуйста, человек в страсти, который хочет наслаждаться, наслаждать свои чувства. Он вообще как? Расположен жертвовать или нет? Обоскнули. Вернется. Это вот сюда. А ему нужно научиться действовать вот так. Вот смотрите. Вот мы ради чего это изучаем? Для того, чтобы помочь человеку. Вот есть рядом с нами человек, который жертвует только ради этого. Да? То есть, либо потому что он знает, что вернется. Это опять же известная история. Знаете, в церквях сейчас делают специальные ящички пожертвования не внутри, а снаружи. То есть, не внутри ограды, а прямо на улицу. Знаете почему? Чтобы удобность автомобиля была вот так выпускать. Ну, как бы недалеко. Ну, это... Значит, и висит несколько таких вот ящичков. Значит, к этому из них подъезжает автомобиль. Ну, такой вот. Продвинутый автомобиль. Да? Непростой. Значит, оттуда так вот рука так. Оп. Значит, кинула что-то в ящичек. И автомобиль поехал. И только отъехал, как к нему. Ба-бах! КамАЗ въезжает. И этот автомобиль кубарем летит, значит, в кювет. Ну, подушки безопасности сработало. Там ремня ремня в человек повисла. И вдруг видит, к тому же самому ящичку. Там подъезжает другой, очень непростой автомобиль. И с явным намерением туда пустить жертвы. Он говорит... Говорит... Стой! Стой! Вот тот не работает! То есть, вот рядом с нами такой человек. Который делает только ради того, чтобы ему было хорошо. Либо же он вообще не хочет жертвовать. Потому что че это... Че эти бедные... Работать надо! Че там пожертвовали вообще там? А священникам вообще деньги не нужны. Они святым духом питаются. Как ему помочь? Как ему помочь без чужного долга, бескорыстно? Как ему это объяснить? Это, между прочим, не абстрактный вопрос. С этой проблемой, знаете, кто сталкивается? Те, кто пытаются, ну, допустим, врачам, как говорится, обязательно, врачам и учителям обязательно нужно пожертвовать что-то. Есть такая рекомендация. У нас в обществе этого нет. То есть нет такой привычки, что они зарплату типа получают, хватит. Вот если человек, допустим, ну вот просто мне это рассказывал знакомый, я, по-моему, уже пример приводил, он реально занимается аюрведой. В свое время ему, его учитель по аюрведе сказал, ты должен брать деньги за то, что ты делаешь. Потому что если ты не будешь этого делать, ты очень быстро сгоришь. То есть люди, в большинстве случаев, неблагодарные. Вот. Ты не получишь от них вот эмоциональной какой-то поддержки, ты не получишь хороших слов. Поэтому хотя бы бери деньги, иначе выгоришь. Понимаете, да? Отдашь и ничего не получишь взамен. То есть тебя намного не хватит. А тебе нужно долго жить. Должен многим людям успеть помочь. Поэтому ты должен брать деньги. Он не имеет права назначать твердую цену. Потому что люди разные, у всех разные возможности. Поэтому есть совершенно четкий критерий, с помощью которого он должен объяснить, сколько человек должен ему за прием. Это совершенно четкая формула. Знаете, какая? Называется она «Сколько не жалко». Просто тут нам нужно человеку всегда объяснять, в чем идет речь. Мы обычно, когда слышим фразу «Сколько вам должен, сколько не жалко», да? А что в речь идет? Соприк. Ага. Не, это разводят, значит, да? Да? Типа, даешь… Ну как-то… Так, манипуляция, да, такая? То есть пытается как-то воздействие. Фуууууу, типа «За жалуй». Вот, здесь другая ситуация. Здесь о другом идет речь. «Сколько не жалко» означает, — человек начинает с минимума. То есть, допустим так, вот ты сюда пришел, да? Вот ты получил консультацию, вот ты получил помощь. Тебя чему-то научили или тебе чем-то помогли? Ну, давай так. Вот 10 рублей не жалко? Ну, 10 рублей не жалко. Прыезд в маршрутке дороже стоит. Хорошо. А 20 рублей? Ну, 20 рублей не жалко, вообще ни о чем. Хорошо, 50 рублей не жалко. Тьфу, да это не деньги-то нынешнего дня. Хорошо, нормально. 100 рублей не жалко? 100 рублей не жалко. А что же это на 100 рублей вообще купишь? Хорошо. 200 рублей не жалко? Нет, 200, легко. Хорошо. А 300 рублей? Стоп. Как только почувствовал, да, что вот появился какой-то напряг, вот в этом месте надо остановиться. Почему? Потому что если человек даст больше, он что будет чувствовать? Жалко, жалко, да, вот даже вот. А если даст меньше? Чувствую вины. Чувствую вины, совершенно верно. И то и другое одинаково плохо, и то и другое разрушают. Поэтому человек должен научиться понимать, вот сколько для него конкретно вот это самое не жалко. В разные времена это может быть по-разному, да, в зависимости от достатка, от экономической ситуации, мало ли что. Но человек должен дать не меньше и не больше, чем столько, вот сколько для него полезно. И это будет для него самое то, что надо. Таким образом он постепенно будет прогрессировать. У него появится вот это, у него в глубине, где-то вот здесь вот сознания, будет эта мысль. Жертвы отдавать. Отдавать нужно. И это не будет у него сопровождаться никаким эмоциональным вот неприятием. Потому что если у него начать вот выциканивать, ну дайте, подайте, еще что-то, у него совершенно другая эмоция, понимаете, да, будет развиваться. Вообще вот ходят, ноят, стоят, надушуют, что-то вот это вот, сирот, ну, да. Вот, нет. Все должно быть правильно сделано. Нужно знать как. То есть тут, ну, просто это четкое знание, четкий совершенно критерий. Нужно его использовать. Имейте в виду, если вы человеку не объясняете, что вот так нужно давать пожертвования, вы ему оказываете медвежью услугу. Я рассказывал эту шутку, она тоже очень известная. Я уже понимаю, что вы устали, поэтому я больше историй немножко рассказываю. Это известная шутка такая, опять же, я, по-моему, уже приводил ее, но такая, она весьма показательная. Притча. Так, назовем. В общем, к бизнесмену приходит и просит пожертвовать. Да, причем приходит, ну, так, священник, условно говоря. И бизнесмен, молча, чек выписывает, дается нормально. Потом опять приходит священник, еще просит пожертвования. И тут опять вот так отдает. И так повторяется несколько раз. И потом бизнесмен умирает. И попадает в ад. Ему подбегают черти, там, с вилами, тащат в сковородку. Э, э, вы что, да я столько там этим вообще денег пожертвовал. А деньги мы вам вернем. Вот. Это вот, вращательное вознаграждение. В этой ли жизни, или в следующей, это не имеет значения. Да? Важен сам факт. Есть вот этот расчет. Поэтому очень важно человека приучать к пот. Из чувства долга. Бесконтрисно. Сразу вот по этому вопросу. Вопрос. Все равно даже, вот когда плакать стежно, где ты делаешь пожертвования, и все равно как-то сидит в подсознании, что это будет мне хорошо. Вот это вот, это желание вознаграждения или нет? Много, как вы сами думаете. Конечно, да. Понимаете? Просто на каждом уровне, как бы, вернее так, на каждой ступени развития свой вот верхний предел. И для нас просто научиться делать пожертвования, это уже будет хорошо. Да, правильным людям, это уже нормально. Но я читал книжку «Житие святых», да? И там один святой как раз он делится. Он просто, он молится Богу, говорит, это потому что это издевательство какое-то. Это, говорит, просто невозможно. Вот только сделал хорошее дело, и я чувствую, как где-то у меня там сзади, она, говорит, идет вот эта вот мыслишка. А, это я. А, это молодец, какое хорошее дело. Сделал, да? Как вот это, потом будет здорово, говорит. Да что ж это такое? И это святой он пишет. Потому что это все, это значит не было никакого хорошего дела. Высший критерий, выше стандарт. Установил Христос в этом плане. Пусть правая рука не знает, левая рука не знает, что делает правая. Не должно быть этой мысли. Я делаю, и вот мне за это будет хорошо. Но это высший стандарт. Это то, к чему мы должны стремиться. Это то. А как этого достичь? Практика. Терпение и труд. А как? То есть вот эти мысли в себе как бы... Хотя вот их давить бесполезно. Нужно научиться их замечать сначала, а потом молить, чтобы Бог от них избавил. Потому что сами мы от них не избавимся никогда. Единственный, кто нам в этом может помочь, это Бог. Поверьте, больше никто. Все. Ну или его представители, да, смотри, все, больше никто. Сами мы никогда от этого не избавимся. Поэтому практика именно такая. Но если мы не тренируемся в этом направлении, если мы не обращаем на это внимание, то у нас и мысли такой не возникнет. Я буду думать, да у меня все хорошо, я бескорыстный, я все нормально. Нет привычки, да, вот к этому самому анализу. Отслеживать, что у меня там в голове происходит. Это практика. Слово-сочетание. Духовная практика. Работать надо. Знаете, да, два критерия практики, для того, чтобы она была успешной. Она должна быть постоянной и интенсивной. Если она случая к случаю, это не практика. Если она шаляй-баляй, это тоже не практика. Духовная практика. Постоянная и интенсивная. Вот эти две составляющие обязательно должны быть. А наслаждаться больше. Никогда. Грустно. Грустно становится. Вопрос один такой был. Это было в университете. Студенты-психологи. Я им рассказываю, думаю, вот сейчас расскажу, сейчас вдохновлю. Рассказываю, в общем, была женщина. Это к вопросу о семейных отношениях, там как бы об этом речь зашла. Значит, женщина. Ее выдали замуж, не по любви. Ну, так, были такие обстоятельства, что просто для того, чтобы спасти свою семью, она вышла замуж за, там, какого-то человека. Ну, так надо было. Она была верующая, причем очень глубоко верующая. Причем, как бы, очень высокие стандарты у нее были. Муж был, просто вообще, да, вот оторву, что называется. То есть и пил, и гулял, и мясо жрал. А чего нужно было делать? А разводов не существует, да. То есть разводов нет, не положено. Как бы нет такого слова, вот этой традиции. И что? Она ему ходила, вынуждена была ходить, покупала вино, жарила мясо, как бы ждала домой, когда он вернется. Все нормально. Вот. Через 50 лет, вот, ее эскеза, да, в данном случае, она ничего не ждала, потому что она понимала, он может и не измениться. Но, если вот Бог мне судил такого мужа, ну, значит, я с благодарностью это приму. Вот. Я чувствую, вот, нет отклика. Да я ему это рассказываю, вот какой возвышенный человек, да, какой подвиг духовный совершила эта женщина. Вопрос. Да что она, дура была? Да что она 50 лет мучилась? Ушла бы. Да, и шла бы все спокойно. Вот тут вопрос. Да с чего вы взяли, что она мучилась? Вот с чего они взяли, да, вот эти вот молодые люди, что она мучилась? Не было мучения. Она совершала, нет, аскезу в благости. Она совершала ее для Бога, не для себя. Не было, у нее не было впереди никакого наслаждения, потому что все, он никогда бы не изменился. Но это благость. А признак благости, помните, какие признаки? Нет? Чистота, освобождение от грехов, т.т.т. Ощущение счастья. Вот гуна благости, да, это единственное, которое дает счастье. Люди иногда думают, что если я буду много работать, сильно там вот упираться, зарабатывать, это даст мне счастье. Тогда. Потому что это страсти, счастья нет. Это вот парадоксальная вещь. Хотите быть счастливыми? Вы работаете. А? Вы работаете. Хотите быть счастливыми? Да, конечно. Тогда вам нужно вот это. Вот в благость переходите, и будет вам счастье. Есть благости, все это да. А? И все делать в благости, да? Совершенно верно. Работать, жениться, креститься там и так далее, вот все это делать нужно в благости. Вот тогда будет счастье. А если страсти и вежества, не будет там счастья. Очень продокс, понимаете? Сам вопрос, когда наслаждаться, он убивает возможность быть счастливым. Для того, чтобы быть счастливым, нужна благость. Никаким другим способом счастливым не стать. Очень парадоксно. И это трагедия людей, находящихся в страсти. Они всегда думают, вот я еще упрусь, вот еще подзаработаю, вот еще сильнее погребу веслами, да, или там чем-то. Подработаю ластами. Там разность выражения. И вот тогда стану счастливым. Чтобы стать счастливым, чтобы ощущение счастья возникло в жизни, нужна благость. И больше ничего, ничем другим заменить невозможно. Ну давайте будем уже двигаться, закончить. Итак, возможно, неогодно, все мы это сделаем. И последнее. Пожертвование, совершенное в невежестве. Это пожертвование, совершенное в нечистом месте. Не надо давать пожертвования в туалете. Я не шучу в данном случае, это серьезно. В неурочное время. Отдано недостойному человеку. Без должного внимания и уважения. Считается пожертвованием в невежестве. А что значит необычное время? Вот вы спали, допустим, да, спите. И вдруг разводят. Дай денег. Вот когда, а, что? Вот когда такое состояние у человека, это любое время будет неурочным. Днем, утром или вечером. Но вообще, в принципе, наиболее благоприятное время, это, конечно, утро. Первая половина дня. Пока солнце встает, пока оно высоко. Ну это так, если уж совсем конкретно. Поэтому, вообще, во всех традициях, цари, да, вот цари, они пожертвования с утра раздавали. То есть утром открываются двери дворца, и туда идут вот страждущие. Кому-то деньгами поможет, кому-то землей, кому-то едой, чем-то еще. Но все это обычно делается с утра. Солнце перевалило за половину, да, за пол, все, считается неблагоприятное время. Ну вот на Руси так всегда было. Все, что после обеда, все уже как бы это, не очень. Вот. Тут есть один нюанс, да, сразу как бы, забегая вперед, насчет недостойных людей, да. Вот как с нищими быть? Да. Всегда вот этот вопрос становится камнем прикновения. Ребят, да, 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 да. Вот тут имейте в виду, это просто другая классификация. Стоп, 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 стоп. Это просто другая классификация. Да. Я прошу прощения, да? Смотрите. Обязательно нужно заботиться о тех, кто находится в нужде. Обязательно. Это тоже предписание из священных писаний. В священных писаниях говорится тем, кто болеет, тем, кто в нужде, тем, кто потерялся в жизни. Потерялся в жизни, это значит, человек не знает своего предназначения, он по жизни мыкается, он не знает, чем ему заниматься, он не может зарабатывать нормально. Инвалидам, да, вот, ну, увечным там, так далее, там, богорельцам обязательно нужно помогать. Но, есть один важный нюанс. В большинстве случаев им нужны не деньги. Им нужна либо помощь, либо, ну, еда или вещи. Вот. Я знаю, просто, вот, ну, как бы, есть у меня эти знакомые, они просто конкретно, они, когда вот, для них это важный, вот этот аспект, да, пожертвования, как раз. Они для того, чтобы совесть была чиста, они сделали очень простую штуку. Они каждый день готовят очень-очень много еды. И пакуют их в такие маленькие пакетики, коробочки, вот, что-то такое. Просто каждый из них из дома без такого пакетика не выходит. Ну, нескольких имеется в виду. Когда они просят, они дают вот эти вот пакетики, они дают еду. Причем еда освещенная, ну, как бы, по высшему стандарту все делается. Вот. И если они говорят, что ты мне едут, что ты мне этот хлеб даешь, ты мне денег дай, да? Понимаете, да, о чем речь идет? Значит, на самом деле человек не нуждается. Бывают ситуации, когда, конечно, нужны деньги. Бывает такое. Вот. Ну, тут уже, как бы, вот, 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 либо интуиция, да, как бы, либо же все-таки лучше дать возвышенному человеку, который видит по-настоящему, да? Который действительно видит, с чем мы имеем дело. Может быть, действительно, бабушка, которая просто, ну, вот, пенсию украли, ей дожить надо. Да, там, за квартиру заплатить, чтобы свет не отпущили в доме. Вот. На ней нужны деньги, ей по-другому ничем не поможешь. А может, просто, как бы, вот, наводку он собирает. А вот если бабушка, которая просит постоянно, не из-за того, что ей нужно, там, на лекарства, или еще, просто у нее это как в привычку. Потому что, как доход, так скажем. А вот это уже ханство. Есть, просто, опять же, понимаете, вот тут интуиция или точное знание. Вот в священных писаниях есть конкретное указание, кто имеет право просить пожертвования. Там это все перечислено. Если человек потерял способность к труду, ну, руки, допустим, потерял, это в Индии, ну, как, не смешно, но это вот так вот. Там постоянно попрошайки где-то бегут, да, просто попал в эту ситуацию. Вот. И там очень интересно, один из них, он просто других расталкивает, вот руки показывают, у него кистей нет. Ну, где-то потерял. И он показывает, он не гордится этим, но он показывает, я действительно имею право на пожертвование. То есть, я прошу не потому, что мне лень работать, да, где у нас это было? Не потому, что в невежестве находится, потому что действительно не могу работать. Вот. Он имеет на это право. Вот. Есть те, кто остались без помощи бабушки, ну, то есть женщины вообще, если они остались без покровительства мужчины. В детстве о девочке заботится отец, да, в зрелом возрасте это муж, когда она старенькая, они должны заботиться дети. Если вдруг так оказалось, что нету, ни того, ни другого, ни три, ну, разные бывают обстоятельства, да, она, ну, такое может быть, да. Но, опять же, далеко не все они по-настоящему нуждаются. Иногда это просто вот способ, это вот лень. Достойно стареть, это своя аскеза. В каждом возрасте своя аскеза. И достойно принимать старость, достойно принимать старость, это тоже аскеза. К этому нужно готовиться, этому нужно учиться. Если человек не хочет принимать эту аскезу, то посчитай, дайте денег, я там просто пошукую на старости лет немножко. Ты куда, говорит, в платный туалет собрать с нашей-то пенсии? Ну, могу хоть на старости лет пошуковать? Шутка, конечно, но в каждом возрасте своя, свои проблемы. Сейчас, вот понимаете, да, о чем я говорю? То есть, и тут два варианта. Либо вы выясняете, потому что если вы не тому человеку даете, Понимаете, почему это в невежестве? Потому что ему хуже от этого будет. Он убеждается в своем вот этом греховном поведении. И, соответственно, ответственность... Ответственность на кого ложится? На нас, того, кто дал. Да, совершенно верно. Поэтому два варианта поведения. Или вы сами проверяете, разбираетесь, ну, может быть, полагаетесь на интуицию, да? Или вы даете достойному человеку, который может правильно сделать пожертвование. У священников, помимо всего прочего, есть две обязанности, очень интересные. Принимать пожертвования и раздавать пожертвования. То есть, люди дают священникам, почему? Потому что знают, он не оставит себе. Ну, я в норме говорю, да, так как и должно быть. Он не оставит себе, он раздаст тем, кто действительно нуждается. Потому что он знает свою пасху, он знает свой приход, он знает людей. И он может дать именно тому, кто действительно нуждается. И все от этого получат благо. И священник, и я, и эти люди. То есть, это лучший вариант. Поэтому, если сами сомневаетесь, дайте тому, кто может сделать это правильно. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Мне же делать такую вопросу задать. Я просто была свидетельницей, когда дети, может быть, там, внуки, не знаю, выносили беспомощную бабушку на одно и то же время, ну, место, например. Она была, ну, она просто сидела, как, я не знаю, как монумент. И в одно и то же время ее забирали. То есть, вот с этими пожертвованиями, да? То есть, а вот в этой ситуации, как вот место? Честно? Не знаю. С одной стороны, бабушку можно покормить, ее можно пожалеть. С другой стороны, если мы знаем, что если не будет детей, то внуки ее побьют. Да, может быть, просто, чтобы ее не побили, чтобы, может быть, наши дети. То есть, как бы, вот, вы видите, она как оружие получается. Вот, в каждом конкретном, понимаете, всегда нужно быть очень человечным. И человек означает, я в первую очередь смотрю на тот, кто передо мной. Это самое сложное. Потому что священными писаниями тоже можно замечательным образом отгородиться от жизни. Сказать, у тебя руки есть, ноги есть, отвали. В священных писаниях не положено тебе давать их, да, посвященную писанию. Но бывают ситуации, когда, ну, они, ну, вот, не написаны. И все равно приходится самому решать. И оставаться человеком, это очень трудно. И я не могу однозначно ваш вопрос ответить, да, потому что, ну, я просто сам для себя еще не полностью решил. То есть, у меня тоже бывают сложные ситуации. Но я могу сказать только одно. Это труд, который, как бы, ну, за нас никто не сделает. Вот в каждой конкретной ситуации пытаться разобраться, как правильно. Если мы даем себе эту сложность, принимаем ее, то постепенно мы становимся лучше, постепенно у нас начинает получаться. Потому что мы делаем правильно, мы все-таки правильную вещь пытаемся сделать. И нам помогает Бог. Если мы отказываемся от этих уроков, на которые нам жизнь подбрасывает, ну, не радиовых учеников их наказывают. Поэтому каждый раз все равно придется решать заново. Каждый раз все равно придется решать нам. И ответственность брать на себя. Хотим мы этого или нет, это уже другой вопрос. Но по большому счету, каждый раз вот экзамен. Пусть небольшой, но экзамен. Скажите, пожалуйста, я постоянно даю пожертвования мужчине, которые страдают алкогольную зависимость. И, скорее, из таких людей, что если я им не дам, он пойдет и украдет. То есть он совершен, чтобы больше людей. Да, то есть, смотрите, опять же та же самая ситуация. Можно и так, и так. Но тут один нюанс. Есть один нюанс. В данном случае вы на себя принимаете роль Бога. То есть вы решаете, что он будет там дальше делать. Вы к этому готовы? Понимаете? Он еще неизвестно, украдет, не украдет. Но вы уже решили, что он сделает так. То есть, есть такой нюанс. Вот для верующего человека, да, это такая важная составляющая. Доверять Богу. Не верить в Бога, а доверять ему. Понимаете разницу? С одной стороны, да, вот я знаю, он пойдет и напьется. И он точно так же может кого-то убить в этом состоянии. С другой стороны, если я ему не дам, он может пойти и украсть. Может и не украсть. Разные бывают обстоятельства. Если вы готовы, как бы в данном случае, вот за Бога решить. Это тоже вариант. Я не могу в данном случае сказать, однозначно правильно или однозначно неправильно. Это тоже может быть такое. Но, если есть сомнения, в первую очередь, с чего нужно начать? Если я не знаю точно, что должен сделать верующий человек? Помолить. Совершенно верно. Начните с этого. Не пытаться решить за Бога, а дать возможность Богу проявиться в нашей жизни. Ответственность на вас, на мне, на каждого. То есть, это всегда, коллективно к Богу не придешь. Да? По списку. Это вот всегда один на один. Но очень важно. Это вот совсем недавно, вы знаете, мы с одной группой тоже просто обсуждали. Как раз вот этот же вопрос стал. Ситуация другая, но вопрос тот же самый. Есть человек, который ведет себя неправильно. Что мне делать? И вот вы знаете, я был очень рад за них. Потому что они, как бы вот верующие люди, они пришли к такому выводу. Вот мы пока можем терпеть, да? То есть, пока ситуация не критична. То есть, нам от этого тяжело, от того, что человек ведет себя неправильно. Но человек не хочет слушать, не готов к этому. И они приняли такое решение. Мы пока потерпим, мы будем молиться. Вот на мой взгляд, вот для них это было самое лучшее, что они могли сделать. Понимаете, да, что я щелкнула? Они дали возможность Богу проявить свою боль. Очень непросто. Ну вот, это маленький, но все-таки духовный подвиг. И каждый раз вот это приходится делать заново. Поэтому, простите, я не могу давать однозначных ответов, да? Потому что в каждой ситуации, и не хочу этого делать. Потому что в каждой ситуации нужно решать заново. Нет одного ответа на все случаи жизни. В каждом случае нужно решать вот снова, вот как с нуля, как с чистого листа. Но в этом процессе мы и очищаемся, становимся лучше, двигаемся вперед. Как только появляется готовое решение на все случаи жизни, все. На этом духовная жизнь останавливается. Потому что человек с себя ответственность перекладывает на это готовое решение. А мне так сказали. На лектор, Библия, Дора, не важно что. Мне так сказали все. Не пройдет за мной. Поэтому, простите, если я не ответил на ваш вопрос. Ну, тут так. Сейчас у нас очень много благотворительных фондов, которые постоянно коломают. То в автобусе, то по телевизору, то мальчика спасают. Там 9 миллионов на операцию, где-то за границу, что еще что-то. Потом читаешь другую информацию, что, оказывается, льготы выделены. Оказывать эти деньги нужно не на операцию, а чтобы родители с них поехали. Вот как в таких случаях будет быть? Когда ты, может, последнее отдаешь, да, и думаешь, своих детей оставляешь, да? Ну, чтобы как-то, ну, раз эта информация пришла к тебе, ты уже не можешь спокойно жить, да? Вот, что ты хочешь сделать? А уже потом, неважно, да, куда они, например, пошли, ты свой посыл сделаешь или как? По большому счету, да, неважно. Знаете, есть такое сравнение. На войне солдат убивают. Ну, убивают. Вроде бы, как грех. Но, говорится, если он исполняет приказ, ну, все, да, то есть, этот грех не на нем. Это то, как к солдатам относится, имейте в виду. Да, не про мясо, не про мясо. Вот. Если вы чувствуете, что должны помочь, обязательно нужно помочь. Потому что, если этого не сделать, душа через свет начинает. Если вас обманывают, в данном случае, да, кто-то там, то есть, это грех на них ляжет. Но вы свое сделали. Потому что вы сделали на пределе своих способностей. Вы проверили то, что могли, ну, условно, да, проверить. То есть, вы, как бы, насколько, вот на вашем уровне вы все дошли, вы уверены, что это правильно. Сделайте это. То есть, если человек просит о помощи, обязательно нужно помочь. Как конкретно помочь? Тут уже могут быть варианты, да. Но вот если просят о помощи, обязательно нужно помочь. Мы на этом будем уже потихонечку закругляться. Хорошо? Потому что время уже практически все что. Я просто напоследок еще хочу сказать. Вот есть. Как помощь для вдохновения. Вот эта вот книга, да, она недавно появилась, «Путешествие домой». Просто, к слову, да, это вот то, о чем мы сегодня говорили. Вот здесь как раз человек, он шел вот по всей этой схеме. И он встречался с людьми, которые были вот во всех гунах. Да? И про аскезу, и про благотворительность, и про поведение, и про пищу. Он сталкивался со всеми. Автор Радханад Свами, ну то есть Свами, это титул, да, означает «Хозяин чувств». То есть вот этот самый, который святое. Это его автобиография, в самом деле. Удивительная вообще совершенно книга. Впечатления, на самом деле, не забываю. Просто я сам и читал, и слушал в аудио, в варианте. Вот с точки зрения того, о чем мы сегодня говорили. Поверьте, каждый из нас в жизни, так или иначе, сталкивался со всеми этими вариантами. Научиться видеть их, научиться не попадать в ловушки, которые стоят на нашем пути к самосовершенствованию. Это очень важно. И вот этот опыт, он по-своему уникальный, потому что здесь человек вот прошел через все. Он встречался с людьми, которые совершали аскезы ради того, чтобы стать Богом. Это высшая форма гордыни. Он встречался с людьми, которые совершали аскезы для того, чтобы действительно спасти других. Это реальный опыт. Это то, что происходит в жизни. Поэтому, когда вот это читаешь, что правда, то, что с живым человеком происходит, это очень мощное вдохновение самому становиться лучше. Это то, что я могу сказать об этой книге. Сколько мне организаторы попросили, когда какие-то слова сказали. Ну что, остановимся на этом. Наше время на сегодня закончилось. Большое спасибо за внимание. Особое спасибо за вопрос. Аплодисменты. 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 Я вам еще не дал ответ, будет вам пятницу или нет в продолжении. Вы уже знаете. Хорошо, мы его узнали. Значит, в следующей пятницу будет лекция Александра Дмитриевича. Поэтому мы все приглашаем, все души в этот зал. И вы знаете, там поет есть два мальчика, которые будут использовывать йогу. Если есть у кого-то желание по воскресенью заниматься йогом, вы можете к к føени подойти. Жень, покажите, пожалуйста, это один из организаторов, и он вам ответит на все ваши вопросы, что касается йоги по воскресеньям. Поэтому спасибо вам большое. За агенту зала, если у кого есть возможность, пожалуйста, вот у нас есть подносик, студенты-конфессионеры и работающие на КИСА. Последний вопрос, если есть какие-то пожелания, какая-то тема, которую хотелось бы обсудить, есть телефон, смс-ка, записочку оставить хорошо, просто чтобы мы знали, что более эффективно наш прогулок. Вот посмотрим на пожелания, хорошо, от них будем отталкиваться.